В столице республики реализуется проект госнаркоконтроля Чувашии «Здоровая школа». Какие знания получают ученики в нашем следующем репортаже? 30-я школа – одна из трех участниц проекта. На этот раз в его рамках состоялось показательное выступление овчарки Берты. Ребята смогли увидеть, как специально обученная собака ищет наркотики. Впрочем, это далеко не самое главное в профилактической работе. Нам показали, какими могут быть люди после принятия этих наркотиков. Картинки не самые лучшие получились. И мы узнали, как они воздействуют на наш организм, на наше будущее. Я изначально относилась к наркотикам не очень хорошо. И теперь, когда я осознала весь этот вред, я понимаю, что я не буду это употреблять. Проблемы наркомании рассматриваются комплексно. С ребятами беседуют врачи-наркологи и наркополицейские. Проводятся различные тематические мероприятия и экскурсии. Большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. В первую очередь, это формирование привычки к здоровому образу жизни. Это сознательное отношение к своему здоровью. И свое такое сознательное отношение отрицательное к вредным привычкам. Потому что одно дело, когда учительница, мама говорит, не надо, это вредно. Другое дело, в чем-то принять участие, потрогать своими руками. С каждым годом количество учащихся, которых привлекают к уголовной ответственности, за правонарушения, связанные с наркотиками, неуклонно растет. Педагоги, наркополицейские и родители надеются, что проект «Здоровая школа» поможет остановить распространение этой социальной болезни. Мы здесь меньше говорим о наркотиках, мы больше говорим о том, что есть альтернатива – это введение здорового образа жизни, чтобы стать успешным человеком и реализовать себя в жизни. Как отмечают сотрудники наркоконтроля, такие программы нужны и важны. Потому что гораздо легче предупредить болезнь, чем ее лечить. И добиться положительного эффекта можно, лишь объединив усилия всех органов и субъектов профилактики. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.